Приставки. Приставка и предлог. Чем они похожи? Тем, что они стоят впереди слоя. Они стоят впереди корни. Ну, может быть, это и не всегда так. Еще. Думаю. Ну, нет, почти всегда одинаковый, когда приставка пишется месяц слоя, а предлог и день. Так. То есть приставки и предлоги очень часто это одна и та же последовательность звуков. Это разные вещи. Значит, это у нас все-таки морфима. Как вы помните, часть слова. А это у нас все-таки отдельное слово. И хотя выглядят они очень и очень похоже, понимаете? Потому что очень многие приставки это бывшие предлоги. Бывшие, да? Почему бывшие? Но тем не менее, конечно, это очень и очень разные вещи. Как же вам надеяться, что предлог это отдельное слово? Вот как это проверяется? Есть такая часть речи предлога. Есть такая часть речи. Я вот должен знать, что есть такая часть речи. Ну, напишу все равно вот так. Это все отдельно. А, где есть? Я не знаю. Скажи. Потому что между «из» и «леса» можно поставить такое слово. Вот. Замечательно. Собственно, именно это и доказано. В общем-то из большого леса. Конечно. Давайте подумаем, из какого леса можно? И зеленого. Из такого, из маленького. Из бского или маленького не интересно. Из густого. Из темного, из густого. Из зеленого. Из зеленого, согласен. И с больного. И landing опять замечательно. И только сердце снова. И так далее. Ровно вот это. Потому что я могу вставить отсюда какое-то значение. Еще. Нам и докажет, что перед нами отдельное слово. Правда? Отдельное. И тогда у вас получится, что я никак не могу написать это слово, потому что слова пишутся отдельно. Правда? Если у меня есть приставка «из», скажем, «износить», то слово нельзя оставить в слово. Все, да нельзя вставить в слово. Как ни крути. Износить, потому что это образовалось от слова «носить», но смысл немного поменялся, поэтому уже сюда слово нужно. Поэтому это стало приставочкой. Теперь мы попробуем записать с вами шесть стихотворных строчек. Веснушкам нету сноса, Не исчезают сноса. Я не жалела мыла, Но стерпеливо мыла. Зависел от мыла, Веснушки я отмыла. Я не жалела мыла, Но стерпеливо мыла, И все, я вещал шесть стихотворных строчек. Зависел от мыла, Зависело от мыла, Веснушки я отмыла. Зависел от мыла, Веснушки я отмыла, Веснушки я отмыла. Посмотрим слов в первой строчке. Это просто. Три. Три. Все согласны, что их три? Да. Так, нету пробел сноса. Это как? Это что значит? Нету сноса в том, что они не проходят. Их нельзя снести, совершенно верно. Прекрасно. После первой строчки мы поставили с вами какой-то знак припинания. Правда? Точку. Мы можем поставить сам точку, мы можем поставить двоеточие, мы можем поставить запятую. Какой-то знак припинания там должен быть. Сколько у нас слов в следующей строчке? Четыре. Четыре. Тут уже мнения разделились. Так. Кто считает, что их два? Кто считает, что их три? Так. Предположим. Кто-то считает, что их четыре. Большинство. Большинство. Ну, как вы понимаете, такие вопросы большинством не решаются. Есть. Докажите мне, пожалуйста, что их там действительно четыре. Потому что если бы было три, тогда сноса писалось вместе. А туда можно поставить слово. Или вопрос. Или вопрос. Чего? Угу. Я надеюсь, что мы написали не с глагоном, а с отдельным. Правда? Да. Не с глагоном. Правда? Мы начали не исчезать. Да. И, кстати, сразу попутно. Скажите мне, пожалуйста, почему я здесь пишу «с». Так? Пожалуйста. Потому что «ч» глухая. Потому что «ч» глухая. Да? То есть та же самая приставочка «из». «Ис». Помните, да? Превратилась в свой вариант, в приставку «ис». Кстати говоря, а предлог «ис» у вас бывает? Нет. Нет. Конечно. Потому что дальше пошла глухая «ч». Да? Итак, не исчезают. Дальше, я надеюсь, мы написали вот так. Да. Сноса. Конечно. Сноса. Потому что здесь передали предлог «плюс» существительное. Да? Предлог «плюс» существительное. Прекрасно. Следующие строки в третьей. Количество слов. Четыре. 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 Четыре, понятно. Я. Нес. Желёво. Нес. Было всегда ценно. Да? Было. Было. Было, конечно, имеется в виду предмет. Да? Я не жалела с чего-то. Значит, это существительное. Просто. Дальше мы снова поставим за пятую, наверное. Да? Я не жалела. Нос терпеливо. Было. Нос терпеливо. Было. Нос терпеливо. Было. Четыре. Три слова. Три слова. Три слова, конечно. Нос терпеливо. Что делало? Мыло. Мыло. Значит, это глагол. Давайте еще на всякий случай подпишем, где мы существительное, где у нас глагол, чтобы не запутаться с ним. Существительное глагол. Да? Вот в этих словах. Не жалела чего? Было. Существительное. Да? Ну, следующая строчка написана на доске. Раз, два, три, четыре. Есть вот такое странное слово «баб». Это предлог? Нет. Почему? Это предлог, он просто стоял перед существительным. Ага, и многие все-таки всегда работают существительным. Не обязательно. Перед, помнишь, да? Из темного леса. Но предлоги связаны с существительным. Из леса. А вот это... А «б» с чем связано? Вот, допустим, я бы убрал. Сами, это частица «бб». Отлично. Это частица. Ну, давайте подпишем, что это частица. Частица работает вместе с глаголом, показывает мне то, что не случилось. То, что могло бы случиться, но не случилось. Правда? Да? Скажем, пошел купаться, пошел выкупаться. Пошел выкупаться. В каком случае он купался? Ну, скорее всего, да, первым. Пошел выкупаться, но уже все. Совершенно верно. Но что-то получилось. Еще, слушаю. П – это один предлог, потому что... Ну, предлоги, значит, выставки есть... П – предлог перед предлогом стоит плохо. П – это один предлог, да? П – что у нас получилось? П – вестушки. П – ябл отмыла. П – ябл отмыла. П – ябл отмыла. П – если бы... П – если бы это все зависело от мыла, тогда бы отмыла бы она из души. Ну, совершенно верно. Если бы можно было для снушки смыть мыло, а нам от них, наше героиня, смыло смыть их. Прекрасно. Автор Александр Шабаев, но это не так в данном случае важно. Итак, вот у нас предлог. Давайте на всякий случай все предлоги подпишем, чтобы у нас не было сложностей. Ну и последнее по поводу вот этого лишнего текста. Кстати, почему он слышал? Зачем открывать снушки? Зачем открывать снушки? Они же подсказывают. Они сами... Ну, ведь одно и то же можно было написать по-другому. Ту же самую информацию. Да, выло-выло без снушки, да не отмыло. У меня тогда ничего не получилось. Стихи смешные, наверное, еще почему-то. И только под содержанием. Вообще без снушки с носа мыло-выло, отмыло. Конечно, потому что автор словами играет. Автор словами играет. Ставит их. Везер разной формы. Правда? Да. Замечательно. Играл слов, да? Ламбург. Рифма. И самое последнее. Почему героиня? Это она. Ускорей свою цель по чекам. Почему не она? Потому что нос терпеливо мыла. Она. Это окончание. Так. Окончание глагола. Не плохо. Так. У нас не было бы рифмы, во-первых. Правда? Ну, представьте себе. Я не жалел мылу. Нос терпеливо мылу. Не жалел мыла. И у нас исчезла бы еще одна вещь. У нас исчезла бы размер стихотворка. Да. И рифма исчезла. Конечно. Я о нем и говорю. О том, что... Ну, пусть вы говорите сейчас так. Спился рифм. Ну, именно так. Я не жалел мыла. Да? Одного слова не хватает. Я не жалела. Ну, поэтому можно... А одного слова не хватает. Жалел. О, да, конечно. Что мы с вами пока умеем? Что предлоги приставки, да, это все-таки совсем не одно и то же. Правда? Правда. Теперь попробуйте сами поискать похожие слова, с которыми бы вы сами составили текст. Вроде вот таких. Это будет сначала римус. Но это не просто так. В, på, på. Внутри, på, på. Я бы не сказал, что внутри. В, på, på, på. Набор. Проби. Набор. Забор. Очень много думается. Так, давайте еще еще раз. Забор. 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 Забеор. Представляем ли себе, что вы. П у нас на переднем бане. Вот оно видно хорошо. Это, конечно, очень простенький ребус. Подарок, конечно. Вот, ребус с приставочкой. Попробуйте сами составить какие-то похожие ребусы с приставкой. Очень хочется, чтобы там была приставка. Как здесь. Пожалуйста, может быть, очень похожие, но похожие. Были действительно прекрасные находки со словами. Вроде сложными словами. Вроде задира. Когда за д прячется мира. Со словом, например, надзиратель. И представлять по себе слова хороши. Да? А мой. Еще раз. А можно мы полюбить? А пожар. Очень была хорошая находка. Причем редкая, на самом деле. Потому что здесь у нас предполагаемый. Вот, например, в серединке. И словечко редкое, и подробно. Все знают, что такое и подробно? Да. Место, где происходят скачки. Да? Скачки. Правда? Потому что типо, это по-гречески лошадь. Да? Подробно это бегать. То есть такая лошадиная бегатьня. Типо. Да? Подробно это подробно. Вот как-то, да? Подробно. Это подробно. Ага. Подробно. Подробно шкаф. Угу. Угу. Мы умеем, что с такими вещами можно очень здорово играть. Зачем нам нужен предлог, и зачем нам нужна приставка? Приставка нужна. Приставка нужна. Приставка образует, да, помните. Приставка образует новые слова. А вот что делает предлог? Зачем он нужен? Можно ли лист предлога обойти? Я вам расскажу. Нет. Потому что... Так. Ну да или нет, это доказывается. Нельзя обратить, потому что когда слова не связаны, тогда лев... Вот. Лев-соопа. Лев-соопа. Они как... Лев-соопа. Они просто связывают слова. Вот сами ли они связывают слова, это вопрос некогда. Нет. Вот скажем, если я напишу так. Слова связывают слова, это отношение. Слова, отношение связывают отношения, но и первого слова. Я приехал в деревню. Вот я написал так. Скажите, понятно, что я нарушил. Меняется смысл. Меняется смысл. Меняется смысл. Меняется смысл. Да, смысл. Что? Меня плохо поняли? Да. Я приехал из деревни. Нет, извините. Я приехал не в деревню. Я приехал в деревню. Я приехал в деревню. Вот деревню. Так что тут очевидно, что этот блок должен быть сбал. Правильно? Да. То есть сам по себе он действительно ничего не связывает. Слова. Существительная связь. Конечно, форма снова связи. Хочешь? Конечно. Да. Получение еще не дает смысл. Более того. Но у нас происходит вот напряжение. Тут потеши не им смысл. Потеши не им смысл. Поэтому тут нужны предплоги, чтобы разбежать связь. Тут нужны предплоги не то, чтобы для связи. Для, как бы сказать, упрощения этой связи. Насчет того, можно ли обойтись. Если вы когда-нибудь получали телеграмму. Да. Именно телеграмму. Боюсь, что вы не получаете телеграмму. Я не получаю. Вы могли увидеть, что там предложение пишется для экономии. Слов без предплога. Без предплога. То есть на самом деле мы понимаем смысл. Но нам не очень удобно. Конечно, для этого нужно соблюдать очень четкие окончания. Ну сравните, да. Я приехал. Уже было предложено деревне. Тогда понятно, что надо поставить дополнительность. Угу. 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 Во-первых, есть такие случаи, где действительно без предплога обойтись совсем только и смысл изменится. Какой? Ну давайте. Ну давайте так. Они обедают в 3 часа. Они обедают в 3 часа. Вот я убрал отсюда предлог, что изменилось? Они обедают три часа. Поточни, как? Потому что они же придут обедать три часа. А то они обедают три часа. Какое предложение, скажем так, интересно, как не странно? Второе. Потому что они обедают три часа, и сразу получаем кучу информации о них. Они обжоры какие-то, скорее всего. Но у меня обжоры... Ну, может, люди такие оценные, которые все привыкли делать долго, в том числе они. Но, предположим, что у нас с вами есть возможность заменить один предлог другим. И вот тогда информативности гораздо больше. Скажи, у меня есть предлог числа, но около. Там есть школы и около школы. Изменилось что-то? Да, здесь школа, это когда... Мы идем в школу, а около школы, это когда... Поддержки я оставил один. А, предлоги, естественно, у меня разные. Именно предлоги передали эту информацию. О чем они могут сообщать? Предлоги существительные. Вот это тоже себе стоит написать. Уточняем место и время действия. Прежде всего, место и время. Потом уже можем уточнить причину. Мы покажем предлог из-за. Или предлог вследствие. Они должны уточнить какие-то обстоятельства и действия. Это стоит себе написать. В отличие от листа, которые выполняют, с одной стороны, гораздо более скромную работу. А не просто часть слова. Но задавать вопрос, конечно, не смысл. Что из этого важнее? Потому что мы сравниваем в несравнимое. Часть слова и часть речи. Приставка «часть слова», предлог «часть речи». Ну и теперь, чтобы вы не скучали. Еще вам несколько стыжков. Зерас шарат. Что такое шарат? Умница. Шарат – это… Шарат – это… Шарат – это… Это то, как… Стоится один вопрос, потом другой вопрос. Это, как правило, два слова. Одного слова. Мы должны это слово вместе составить. Шарат – это… Когда… Наша загадка состоит из нескольких загадок. Первый слог – это… Такое-то, как бы, это слово. А второй слог – это такое-то. Мой первый слог – предлог. А во втором мы прожмем все лето. Мой первый слог – предлог, а во втором мы прожмем все лето. Так, кто догадался, да? Так. Задача. Задача, конечно. Так. Первый слог – предлог, да? Дальше. Значит, для того, чтобы составить шарат, да, на всякий случай напоминаю, я должен как-то разбить… Да? Могу на слоге, могу, на самом деле, на части абсолютно незначимые. И дальше как-то зашифровать. Мой первый слог – предлог, совсем для вас не новый. Второй. Градусник покажет больного. Температура. То есть, честно говоря, нет. Нет, не пойдет. Градусник покажет больного. Наверное, называется температура. Но для того, чтобы шарат было проще, есть у нее первый слог, есть у нее второй слог, и есть у нее еще и целое. И очень волнуйтесь шаратом. Обязательно целое тоже должно быть загадано. Итак, а целое мое – стихийная беда. Его потушите, коль близко есть. Пожар. Пожар, конечно. Молодцы. Молодцы. Как догадались? Как разбили? О-о-о! Это предлог. Жар – это то, что у больного температура такая жара, у больного есть болезнь. А пожар вместе – это то, что… Или лучше слово – это стихийное бедствие, и все, по-моему, чуть-чуть. Да, целое – стихийное бедствие. Жилище – первый слог. Затем идет предлог. А в целом я огромна и называюсь… Морь. Домна. Отлично, кто-то сказал. Я. Домна, молодец! Насколько понять, что это такое? Домна, я. Жилище – первый слог, да, за ним идет предлог. А в целом я огромна и называюсь действительно домна. Что такое домна? Сказал, объясни. Да. А дом? Он просто влюбленное, сказал. Просто влюбленное, да? Огромная, огромная печь, которая плавит к руду, чтобы получить металл. Может быть, кто-то из вас попробует составить свою. Свою шарату. Кто попробует? Я. Я. Попробуйте. 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 Как вы поняли, это не так сложно. Значит, начинаете вы с того, что находится какое-то словечко, которое можно разделить и очистить. Первая часть плавает в море, а вторая – известный нам суд. Рыбак! Да. Отлично! Рыбак! Только тогда все-таки второе – известный нам предлог. Да? Потому что по условиям шара я могу слова делить, как хочу. Ты бы поделил вот так. С точки зрения деления, разбора, слово понятно, что это чушь. Как слово разбирается, кстати? Рыбак! 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 Корень и ак! Конечно! Рыбак! Корень и ак! Суть. Рыбак! Если бы я послал данный слов делить, я бы делил… Рыбак! Рыбак! Вот так. Да? Да. Но шара позволяет абсолютно любое деление. Первое – плавает в море, второе – известный – первого. Целое, конечно, тоже можно описать. Так. Ну-ка, еще. Первое – слово по математикам, известное. Второе – слово по голове Шипотова. А целое испекут на праздник. Это хорошо, но, правда, нет предлога. Пирог. Все догадались? Пирог. Пирог, конечно. Пирог. А почему? Первое – слово по математику. Да? А что я думаю? Второе – слово по голове Шипотова. Первый слог – предлог, а второй слог – то, что такое животное, оно может написано. А в целом… Можно носить, не торопись никуда. А в целом то, почему мы все время ездим на машине? Ага, понял. Второй. Ага. Пирог. Второе – слово те же самые. Рога. Уже были у нас. Так. Еще что-нибудь? Мой первый слог – из фото. Бул и гул в центре «Н». А дальше идет второй слог – одного дерева. Фонтан? Да. Да. Хорошо. Хорошо. Хорошо, что готовился. Окей, я не обгадался. Не задумываю. Интересно. Да. Не задумываю. Интересно. Другое дело, что вот эта вторая твоя часть, там, она должна быть тоже, иметь какое-то самостоятельное значение. На самом деле, есть такое слово. Можете говорить, посмотреть, что вы. Плотаю. Прекрасно. Плотаю. Да. Первая часть – греческое слово. Спустя – греческое слово. Слова? Ничего себе. Кто – одно-самое? Греческое слово. Посмотрите, что это не очень честно по отношению к тем, кто греческого не знает. Новое греческое слово. В целом графами, Крек Шмолтину звонят. Телефон. Телефон. Понятно. Но, все-таки, если честно, первая такая же греческая приставка. И, опять-таки, шарада — это задача. Если сказать первую часть этого китайского слова, то разгадывать тут не то, чтобы ничего не интересного. Мы должны тогда описать то, что вы угадали. Описать. Так, вот еще. Первая часть слов. А в целом? А в целом? А в целом это слов. В целом это слов. Главоль. А часть слов. Главоль. Главоль не пойдет. Первая должна быть привлог. Слов. Слов. А кто это за слов? Слов. Слов. Слов, конечно. Слов. Ну-ка еще. Первый слог «ма», второй есть «вшимомонтаж». Вшимомонтаж. А в целом это ездит. В машине. В машине. В машине. Ну, опять-таки, первый слог можно было описать и поинтереснее. Прямо скажем. Да не просто. Как вы понимаете, это тоже искусство не очень трудное. Правда, конечно, настоящая жара должна быть сложной и должна быть в стихах. Вообще-то говоря. А? Поэтому попробуйте. Может быть, долго потренируйтесь. Сегодня мы поговорили с вами о приставках. О предлогах. Поговорим еще в следующий раз о том, зачем нужны приставки. И дай Бог перейдем в студию. Ну, давай. Россия. Россия. Первый слог «кто?», чем сушить волосы. Второй слог «неизвестное уравнение». А вместе птица. Отлично.